здравствуйте друзья с вами ольга сегодня уже 14 сентября у нас ленинградской области идет дождь его давно не было стояла сухая теплая погода и наконец-то он увлажнил землю и освежил растение сегодня покажу вам небольшой уголок который я подготовила для посадки новых хвойных растений в следующем сезоне 2024 года начала я его оформлять прошлой осенью то есть поспособствовала этому посадка ели сорта акракона и также декор бетонного кольца есть про него отдельное видео саженец успешно перезимовал дал молодые приросты и развивается дальше весной этого года я решила убрать часть грядок земляникой и на их место посадить хвойные растения и получился вот такой отдельный островок вообще планирую в следующем сезоне заказать еще интересные сорта хвойных но для их посадки необходимо место так что решила убрать еще часть грядок здесь временно посажен лесной можжевельник я его буду формировать и ограничивать в росте оставлю пока две колоновидные яблони они будут расти рядом землянику пересажу в другое место и так отсыпку щебня между грядками необходимо убрать она пригодится в другом месте вот эти два отдельных островка с хвойными растениями буду объединять чтобы получилась единая зона ели кракона по уровню будет повыше здесь добавлю грунт он как раз прикроет стенку бетонного кольца и затем послужит таким плавным переходом вниз вот к этим растениям но в дальнейшем посадка новых хвойных растений в следующем сезоне гармонично дополнит всю эту зону вертикальная опора здесь не нужна она была временна для можжевельника хорстман для плавного перехода от возвышенности где растет еля кракона до яруса ниже я подсыпала землю также добавила камни еще почвосмеси сторфа листового берегной и песка ну еще сверху добавила древесную щепу и сосновый опад для ягеля он расположился вот здесь на склоне или как бы сказать на промежуточном участке среди камней я подсадила еще небольшие саженцы лесного вереска молодила и другие почвопокровные растения западная то есть мараг расположилась в угловом месте тоже на возвышенности в общем пусть растет и прикрывает этот забор еще необходимо было перекопать землю и удалить часть корней растений которые разрослись и заняли этот участок в этом мне помог сергей так как корни были толстые и требовалась мужская сила еще чуть глубже встречались камни их тоже надо было выкопать в общем благодаря совместным усилиям это небольшая зона была приведена в порядок оставалось дополнить ее камнями и в этом тоже помог мне сергей мы привезли камни и среди них на мой взгляд встречались очень интересные экземпляры вот этот сколот гранита он достаточно тяжелый плоский с такими неровными острыми краями и я думаю что он пригодится для оформления этой каменистой зоны и рядом с ним хорошо будет смотреться какой-нибудь стелющийся можжевельник а формы этого камня похоже на сердце конечно у каждого человека свое видение фантазия и воображение но глядя вот на этот причудливый камень у меня он воспринимается с образом змеиной головы интересно что природа словно скульптор может создавать в нашем воображении необычные образы и также помогать увидеть каким-то внутренним взором вот такие причудливые формы а сейчас друзья пойдемте я покажу как предварительно расположила камни их места скорее всего будут еще меняться но пока так вот к этим крупным после посадки растений добавится камни средних и уже затем мелких размеров сейчас это пока только набросок то есть голая земля и возможно на ваш взгляд это скучные камни но поверьте как преобразится эта зона когда вечно зеленые хвойные добавят ярких красок и сочетание этих растений и камней придадут гармонии этому небольшому участку заказывать буду в основном компактные сорта хвойных растений какие еще не определилась но обязательно в следующем сезоне расскажу и сделаю на них обзор ну а пока место готово остается добавить необходимую почву смесь при посадке и уже закончить формировку этой каменистой зоны но вся эта работа будет уже только в следующем году сколот гранита я положила вот здесь в места его неровных краев можно посадить молодилы или какое-нибудь компактное растение подходящие для ракария друзья на этом пока формировку уголка приостановим главное его основа заложена дополнять и изменять уже будем следующем сезоне спасибо что снова были со мной всего вам самого доброго и до встречи и 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